Андрей Ковальчук работает на внутреннем рынке Анапы уже почти 20 лет. Основное направление – оптово-розничная торговля продуктами. Овощи, фрукты, крупы, зелень – ассортимент весьма широк и разнообразен. Но, как сам говорит владелец, работать становится с каждым годом всё сложнее. Крупные сетевые магазины берут не столько качеством, сколько объёмами, а здесь с ними конкурировать сложно. Хотелось бы видеть на рынке больше кубанских продуктов. Здесь и за счёт сокращения расходов на транспортировку и проверенного бренда можно значительно укрепить позиции на рынке. В этом администрация пообещала поддержку. На курорте и в крае очень много фермерских хозяйств, которые могли бы напрямую сотрудничать с предпринимателем и поставлять свою продукцию. Со многими из них мы очень давно сотрудничаем в хороших, тёплых отношениях. Часть продукции пытаемся делать заказы, под нас что-то выращивают. Это экзотические травы, зелень, микрозелень. То есть очень редкие есть позиции. То есть наше фермерское хозяйство, оно по сути развивается. Но опять же, людям очень сложно, особенно и фермерам. А так предложение сотрудничать мы всегда рассматриваем, всегда идём на контакт. А вот ещё одна база оптовой торговли. Здесь члены комиссии познакомились с ассортиментом текстильного производства. Как рассказала владелец объекта Лариса Пушкарёва, практически вся продукция кубанского производства. Товар высокого качества и радует своим многообразием. Несмотря на то, что база начала функционировать чуть больше года назад, у неё уже более 150 оптовых покупателей. В основном это владельцы мини-гостиниц, небольших пансионатов и санаториев. В перспективе предпринимательница мечтает организовать на территории муниципального образования собственное швейное объединение. Тогда с каждым потребителем можно будет работать индивидуально. Заместитель главы пообещал помочь рассмотреть этот вопрос. Конечно, это будет очень хорошо, если ещё и помогут в этом направлении. Потому что я тоже думаю о городе, так как мы сезонный город, и работа у многих людей именно сезонная, она длится всего несколько месяцев. Но организовав именно швейное объединение, можно дать людям работу круглогодично. Это же будут и новые рабочие места. И людям это интересно. Я думаю, и городу это интересно. Мы можем оказать содействие, в первую очередь провести переговоры, если это овощная группа товаров, с нашими производителями, с тепличными хозяйствами. Естественно, их подключим, чтобы они помогали. Что касается производства, у нас нет в Анапе производства именно по этому направлению, по текстилю. Конечно, будем подключать другие наши рядом районы, которые также занимаются этим направлением. И будем им, данному предпринимателю оказывать содействие. Работа комиссии продолжится. На этой неделе сотрудники городской администрации посетят остальные оптовые базы, которые находятся на территории муниципального образования. Руслан Душевский. Анапа. Регион.